Мы решили заплести такую красивую, ажурную, такую пышную косу, чтобы все равно было видно длину. И ввели ее на бочок. Ничего сверху мы делать тут не будем. Будем оправдать, придавать шарм и выразительность глазам. Юленька, прекрасно выглядишь. Боюсь предположить, по какому поводу. Участвую в сетях Амура. Вот так вот, значит. Ты у нас вот недавно участвовала в проекте «Выбери себе погоду». Ну там я не прошла, а видите на улице какой мороз. Сейчас хочу поучаствовать снова в сетях Амура. Думаю, найду себе вторую половинку и поеду в жаркую страну. Юлия Шалимова, 19 лет рыбы. Поет, рисует, акробатические номера исполняет. В перерывах между аксами усовершенствования себя любимой ищет красивого и успешного спутника жизни. Кого ей нужно? Ну, молодого человека не совсем, в общем-то, желательно. Но ей нужен мужчина-друг. Желательно старший по возрасту. Хотя ей, в принципе, подходит из трех претендентов один молодой человек. То есть, если даже это и молодой человек, то должен быть очень серьезный. Обратите внимание на выражение Юлиного лица. Она даже не подозревает, что на расстоянии нескольких метров прямо за стенкой в соседнем зале студии красоты «Эгоист» претенденты на ее руку и сердце уже вовсю прихорашиваются перед свиданием с девушкой мечты. Здесь у нас мужчина в более деловом стиле, поэтому здесь я совместила деловой с более таким хаосом. Антон Нечаев, 18 лет рак. Глаза серо-голубые, занятия учеба, спорт. Идеальная женщина, красивая и верная. Очень хочет пойти в кино с девушкой на последние ряды. Сегодня мы решили сделать более дерзкий стиль, такой, чтобы покорить нашу девушку и сделать более брутальным молодого человека. Александр Ахахонин, 19 лет, водолей. Для своей единственной мечтает устроить ужин при свечах. Занимается спортом и получает образование. Здесь желательно убрать щелку, потому что сейчас это уже так не носят, это не модно. Просто мы же девушку хотим покорить, а не в армии собираемся. Андрей Старков, 22 года, дева. Напорист и лаконичен. Серьезен и практически непобедим. Много времени посвящает занятию спортом. Любимую девушку отведет в ресторан. И опять-таки не останьтесь равнодушными к историческому почти моменту. Посмотрите внимательно. В последний раз вы видите этих парней настолько неуверенными в себе и скованными. Вот-вот они отправятся в один из магазинов сети Цветочной, выберут букеты и почувствуют себя настоящими хозяевами положения. Другими словами, мужиками. Редактор субтитров А.Семкин Нам очень приятно, что вы выбрали у нас букеты. В следующий раз, если захотите прийти к нам, приходите по адресу 4-й микрорайон, дом 24. Я, говорит, завязанными глазами хочу. Я ему такая рот открой, а он такой ничего не видит. А я ему туда блюдо фирменное от гонца. Короче говоря, на свидании Юля решила с мальчиками в «Угадай блюдо от гонца» поиграть. Побаски от гонца. Ну как тебе? Вкусно. Вкусные? Да. Можешь обгадать? На Юлю кебаб похоже. На что? На Юлю кебаб. Ты прав. Попробуй обгадать, как я выгляжу. Не, ну мне страшно. Думаю, ты заслужил снять повязку. Можешь снять? Привет. Привет. Я как бы учился, сейчас не учусь, но работать думаю. Хочу работу себе. Чем увлекаешься? Ну я много чем увлекаюсь. Ну расскажи. Не знаю даже. Что, я хочу вопрос такой спросить. У тебя вообще были длительные отношения с девушкой и сколько? Ну я даже не знаю, что меня есть. Как бы были, да. Но почему вы расстались? Ну не знаю. Если бы меня молодой человек пригласил на свидание, у него при этом бы не было денег и пришлось бы, допустим, мне больше чуть-чуть. Я бы просто с таким человеком больше бы, наверное, не общалась. Потому что это, во-первых, это некрасиво, это некультурно. Я бы нашел бы выход. Как? Позвонил бы друзьям, знакомым, хорошим, чтобы выручили. Сейчас бы готова была бы оплатить счет. Ну давай. Покушали? Давай деньги. Ну что, Юля, как кавалер тебе? Ну, кавалер как кавалер. Маленько скучноват как-то. Ну не знаю. Я его спрашиваю, вопросы задаю. Он вроде бы стесняется. Ну, не знаю, как остаться. Третий мой претендент. Думаю, нормальный, будет более поразговорчивый. А как он тебе внешне? Красивый, хорошо одет, симпатичный на лицо. Но мне охота посмотреть третьего претендента. Думаю, он тоже симпатичный. Сейчас мы с тобой поиграем в угадайку. Ты должен угадать, что это за блюдо. Открывай рот пошире и кушай приятно. Ну что, вкусно? И что это? На пельмени. Это пельмени отгонец. Ну, я думаю, ты испытания прошел. Думаю, можешь теперь ты снять повязку. Я бы женился на такой девушке. Прям с первого раза бы взял и пожелился? Ну, не с первого раза, но я бы просто узнал друг друга поближе. Повстречались бы. Ну, а потом бы видно было. На сколько у тебя был первый секс? 15 лет. Ты сейчас, наверное, уже такой мастер, да, в этом деле? Не может быть. Ты любишь жесткий секс? Вернее. Ковыряк. Ну, для меня секс я люблю нежную, чтобы было приятно получить удовольствие, но не жесткие, там, не любите, что дома зато тече. Получить удовольствие было, чтобы приятно друг друга. А особенно главное от любимого человека, а не так с первым встречи. Вот надо бы, Юля, спросить тебя про последнего нашего претендента на твое сердце, но ничего не могу с собой поделать. Я не могу пройти мимо пельмешка от конца. Я буду есть, а ты расскажешь. Хорошо. Ну, последний Андрей, ну, мне не сказать, если честно, не очень понравился. Ну, более скромный и не мой типаж. Знаешь что, скромные мужчины, это между прочим очень хорошо. Молчит, ничего не говорит. Нет, ну как, все равно первое свидание, есть о чем как бы все равно пообщаться, рассказать друг другу, а как-то здесь скромновато. Да и бог с ним, не расстраивайся. У нас еще один есть. Ты не знала? Какой? А вот. В общем, Юля, ресторанка Мелот приготовил для тебя специальный сюрприз. Ой, я люблю сюрпризы. Что хочу сказать, что бы там ни было в том зале, ты, пожалуйста, не пугайся. Держись естественно и непринужденно, как и на предыдущих свиданиях. Хорошо. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Денис. Меня Юля зовут. Это скромный, я дам. Спасибо. Ну, вот, то есть, просто получилось так, что вы мне очень понравились. И я решил пригласить вас на небольшой ужин, побеседовать и узнать друг друга получше. С удовольствием. Как бы я достаточно серьезный, себе устремленный человек, то есть, как бы, вот. Ну, мне нужна девушка для серьезных отношений. Ну, поэтому, то есть, вот, ты сейчас находишься за этим столом. Ты, кстати, голодна? Нет. Нет? Нет. Просто дело видишь, в чем, просто, как бы, я работаю. В сфере в такой. И, то есть, стол накрыт от нашего ресторана. Ну, я вижу, здесь очень красиво и думаю, что здесь очень вкусно. Да, то есть, вся пища из натуральных продуктов приготовлена. Торговая фирма «Гонец» занимается, то есть, всеми этими продуктами. Вся моя семья пользуется этими продуктами. Я сам, так как живу один, готовить не некогда. То есть, полуфабрикаты – это очень классно, супер. То есть, быстро, ну и вкусно. Ну, расскажи хотя бы, что здесь вообще? Ну, здесь присутствуют, как, то есть, пельмени. Также присутствуют и пироги, чебуреки, то есть, пиццы. Котлеты присутствуют, домашние, киевские. Вот, рамштексы, кефтели. Подходят абсолютно для всего. Попробуй, кстати. Наверняка тебе понравится, потому что это действительно очень вкусно. Я попробую, наверное, блинчики. У тебя есть девушка? У меня нет девушки на данный момент. То есть, вот, недавно получилась такая ситуация, что нам пришлось расстаться. Ну, если не секрет, из-за чего? Ну, просто мы не подходим друг к другу слишком разные люди. То есть, мы не нашли общего языка. Просто у меня, допустим, есть такая, ну, как бы, не знаю, примета, не примета. Как так сказать-то выразиться? У меня, в основном, долгие отношения задерживаются именно с теми людьми, у которых день рождения какой-то праздник совпадает. Вот. То есть, например, у моей бывшей девушки было 8 марта день рождения. У меня тоже 8 марта. Тебе серьезно, что ли? Серьезно. Супер. А как ты смотришь на то, чтобы встретиться еще? Ну, я не против. Я только за. Просто интересно с таким человеком пообщаться еще поближе. Вот. Мне тоже очень интересно с тобой общаться. Вот. Ну, я предлагаю обменяться с телефонами для начала. То есть, созвониться в дальнейшем и встретиться. Вот. В каком-то заведении. Может быть, даже и здесь. Итак, три последних свидания проекта «Сети Амура» подошли к концу. Я даже не знаю, кто этому больше из нас табурат. Ты, Юля или я. Но, тем не менее, выбор делать нужно. Да. Ты готова? Готова. Сесила все, да? За, против. Да. Ты не торопись, подумай. Мальчики все красивые, интересные. Но выбор я свой сделала. И я выбираю... ...тебя. Достаточно хорошая сексуальная совместимость. И, в общем-то, он ее будет любить. Они друг друга будут очень хорошо понимать. То есть, один говорит полслова, вторую уже вторую часть понимает. Я думаю, мы с Александром, правильно, будем в дальнейшем общаться, поддерживать отношения. И, может, что-то у нас с ним сложится. Я очень рад, что она выбирала. Меня, конечно, не ожидал, надеялся. Ожидание будет подъявиться. Ты вроде бы только что чуть не победила в проекте «Выбери себе погоду». Вот вы меня не взяли. На улице видите, какая холодрыга. Я и шла, и замерзла. А сейчас я пришла, чтобы победить сети Хамура. Потом уехать в жаркие страны, да? Да. То есть, ты все-таки выберешь свою погоду? Да. Чудесно. Давайте еще раз. Субтитры подогнал «Симон»!